Так, ну, в общем, тема моего сегодняшнего доклада — это сингл-селл секвенирования, то есть секвенирование плоденоких клетен. Ну, и хотел бы я начать с того, какие основные принципы базовые у этого секвенирования. Сначала у нас есть группа клеток, то есть ткань солидная, и мы ее диссоциируем и разбиваем на единичные клетки. После чего при помощи разных сортированных методов мы эти клетки отделяем, достаем из них ДНК и РНК, и уже дальше проводим секвенирование, на основе которого можно узнать про гетерогенность клеток, построить генетическую карту и так далее. Собственно, применение сингл-селл секвенирования очень широко. При помощи него можно изучать как гетерогенность опухолевых клеток, так и новые подтипы клеток в системах пищеварения и иммунной системы. Но в иммунной системе, правда, гетерогенность больше все-таки. Также, например, можно изучать гетерогенность в культурах бактерий, если мы, например, хотим удостовериться, что у нас не произошло никакого генетического дрифта. Ну и, конечно же, в органоидах также можно использовать тоже для исследования гетерогенности. Ну и подробнее я хотел бы остановиться на одном из основных этапов сингл-селл секвенирования. Это изолирование, собственно, единичных клеток. Вы можете увидеть на слайде, что есть несколько основных типов изолирования клеток. Первый тип — это метод предельного разведения, при помощи которого изолируются отдельные клетки, используя статистическое распределение разведенных клеток. То есть мы просто берем, высчитываем статистически, сколько раз нам нужно развести эту суспензию клеток, чтобы у нас в лунке условно была по одной клетке. Второе — это метод микроскопический, ну как, это микроманипуляция, когда мы при помощи специальных капиллярных пипеток достаем мануэли ручками, достаем клетку сами. И, между прочим, этот способ вызывает наименьший стресс у клеток. Следующее — это проточная цитометрия. Она еще флуоресцентная. То есть она изолирует высокоочащенные плодоноки клетины путем пометки их флуоресцентными маркерами, после чего лазер их детектирует и, собственно, отделяет. Следующий способ — это лазерный захват микродисекции. Там мы используем лазер для того, чтобы выбить из ткани одну клетку. Следующий метод — это микрожидкостная технология для изоляции отдельных клеток при помощи соединения этих клеток в дроплеты с микротестичками. Ну и последнее. В основном используется для изучения раковых клеток, когда у нас в кровь вводятся антитела с магнитными метками, после чего мы просто собираем кровь и при помощи магнитов раковые клетки у нас к ним прилипают из-за этих магнитных меток. Так, да. Следующий этап — это подготовка самой библиотеки. Мы будем рассматривать ее на одном из самых распространенных примеров. Это дроплеты. То есть в самом дроплете у нас находится клетка и шарик, на котором у нас есть последовательности. Это может быть праймер для ПЦР или же Т7 промоутер в зависимости от протокола синглсела. Потом обычно это идет баркод и UMI. После чего у нас клетка лизируется, и РНК из клетки освобождается и присоединяется уже к этим последовательностям, после чего обратная транскриптаза начинает, собственно, делать из этой РНК КДНК. И у нас идет нарастание библиотеки. Что, собственно, представляют из себя эти головки с последовательностями, собственно, последовательности? Я уже сказал, что на них находятся баркоды и UMI. Это уникальные последовательности, которые нам нужны для шифрования наших данных итоговых. Баркоды используются у нас для шифрования отдельной клетки. То есть он будет уникален для каждой клетки. В то время как UMI будет уникален... То есть если у нас, например, на одной головке баркод, он везде будет одинаковый, то UMI будет в каждой из последовательностей на одной головке уникальным. Ну и, собственно, мы их используем для того, чтобы потом мы могли каждую молекулу найти по уникальному коду, так скажем. Вот один из примеров того, как мы можем это использовать. Собственно, мы видим, что у нас идет условно два красных транскрипта и два синих транскрипта. После амплификации мы получили шесть красных и три синих транскрипта. Но по статистическим данным, на самом деле, это будет неверно, поскольку красный транскрипт у нас в итоге амплифицировался в два раза больше. Однако, если мы посмотрим на вот эти вот маленькие полосочки, это UMI. То есть это уникальные последовательности для каждого из транскриптов. И мы можем увидеть, что по итогу у нас на самом деле два розовых, четыре синих, два зеленых и один коричневый UMI. И мы смотрим частоту появления уникальных UMI. И у нас, как мы можем видеть, выходит два уникальных UMI для одного транскрипта и два уникальных UMI для второго. Ну, теперь я хотел бы поговорить с вами про различия в протоколах для сингл-сел секвенирования. Я уже успел рассказать немного про дропсек. Это при использовании дроплетов. Тут у нас присутствует как и pcr-праймер, так и баркод и UMI. Собственно, одни из самых распространенных помимо дропсека являются смарт-секи. Чем отличается смарт-сек первого поколения от второго? Разный метод к изолированию клеток. Здесь мы используем проточник. Во втором поколении мы используем проточник, а в первом поколении у нас идет плашка с лунками для одной клетки, после чего аппарат просто берет суспензию клеток, разливает по плашке так, чтобы в одной лунке была одна клетка. И чем отличается смарт-сек от в целом всех остальных типов сингл-села? Это тем, что у нас отсутствуют на нем баркоды и UMI. К чему это может привести? С одной стороны, у нас при помощи этого секвенируется полный транскрипт в полную длину, то есть полная кднк. Но, с другой стороны, мы не можем добавить на нее после уже, собственно, самого процесса баркоды и UMI. То есть гораздо сложнее будет процесс изучения данных и анализа данных. Также тут есть различия еще. Некоторые протоколы используют PCR-примера, а другие протоколы используют T-SIM-промоторы. Это промоторы для обратной транскриптазы, для РНК-полимераза, которая впоследствии у нас просто при инвитро-синтезе РНК. То есть если у нас везде идет ПЦР, то при T-SIM у нас идет инвитро-синтез РНК, и T-SIM-промотор является как раз-таки то, что распознает РНК-полимераза, для того, чтобы уже эти РНК-фрагменты синтезировать. Ну и хотел бы рассказать про, собственно, различия протоколов, то есть не различия, а сравнение протоколов разных по некоторым параметрам. Первый параметр — это точность. И, как вы можете видеть из графика, SmartSec второго поколения выявляет в среднем сеты из 13361 гена в большем количестве клеток, чем методы использования UMI-и и баркодов. Но при этом у нас больше шумоамплификации, чем при использовании UMI-бейст методов. Второй параметр — это, собственно, сила, насколько методы сильны, то есть как много ридов они могут прочесть, так скажем, сделать. И здесь, так скажем, победителем среди миллиона и полумиллиона является SCRB, SEC, в то время как CellSec второго поколения и первого являются самыми сильными среди 250 тысяч ридов. Третий параметр — это чувствительность. Чувствительность у SmartSec второго поколения гораздо выше, чем у всех остальных. И это позволяет распознать большее количество генов в клетке, в каждой клетке. И в целом оно распознает одинаковое количество генов среди клеток, но с меньшим покрытием, так скажем. Среди UMI используемых методов CellSec и SCRB приблизительно столько же, сколько и SmartSec первого поколения выявляют, в то время как DropSec и MarsSec гораздо меньше генов. Но в целом приблизительно одинаково между собой, но по сравнению с остальными гораздо меньше генов они выявляют. Ну и последний параметр — это, собственно, ценовая эффективность. И тут вы можете заметить, что DropSec, SRBsec и MarsSec являются самыми кост-эффективными в ценовом диапазоне. После них идет уже SmartSec второго поколения, но если использовать его с TN5-маркером, это используется он также при attack-методе, но это совсем другой доклад. Собственно, вот референсы, если кому интересно. И на этом все. Если у кого-нибудь есть вопросы, задавайте, я с радостью отвечу. А меня слышно? Да. Да. Я уже поела. Очень удобно было. Спасибо. Ну, у меня вообще на самом деле такие вопросы любопытства из самого начала. Насколько начало? Это начало или это начало? Нет, ну, это начало вроде не надо, это тоже не надо начало, это тоже не надо. Следующее, ну, в принципе, это тоже не надо. Вот. Значит, можете еще и остановиться вот на этих всех кодах. Еще, значит, у вас тут одна клетка, да? Да. В каждом дроплете у нас находится одна клетка и один этот шарик. И один шарик? Что на этом шарике? Вот на этом шарике есть. Вот на этом шарике у нас находится ПЦР-праймер, бар-код и ЮМИАЙ. Что такое ЮМИАЙ? ЮМИАЙ это уникальная последовательность для каждого транскрипта. А как она знает, у вас целая клетка? Какой, поставить это для каждого транскрипта? У вас целая клетка? Не-не-не, она рандомная. То есть, это для того, чтобы после амплификации мы могли найти условно одни транскрипты и определить их. хорошо. А подождите. А сколько тут вообще на... Ну, давайте вернемся назад. Ну, назад на эту. А сколько вообще тогда вот на этом шарике какое количество вот этих рандомных ЮМИАЙ? это значит, на этом шарике должно быть куча их. Их очень много. Но точное количество я, к сожалению, вам сказать не могу. Хорошо. Их, ну, допустим, много. То есть, вот эти... он полностью усеян вот этими последовательностями из ПЦР-праймера, баркода и ЮМИАЙ. То есть, баркод, эта последовательность нам будет говорить из какой клетки. То есть, она уникальная для этой клетки будет. А ЮМИАЙ уже уникален для каждого транскрипта. Я поняла. А ПЦР-продукт? Но ПЦР-праймер для того, чтобы потом начать амплификацию просто. Нам нужен. То есть, он не специфичен к транскриптуру? Не-не-не, он не специфичен. Он не специфичен к транскрипту. Ага. А вот тогда там нужен или Т7-праймер, да, или что? Но это зависит от того, какой метод вы будете использовать и, соответственно, какие билеты будете заказывать. Хорошо, хорошо, допустим. Да. То есть, вы хотите сказать, что для вот этого бесконечного количества транскриптов, их очень много, причем их, они же еще и не цельные, они еще порубленные будут как-то. Они же не цельные будут или будут цельные? Транскрипты. Ну, насколько я понимаю, они должны быть цельными. И это условное обозначение на следующем рисунке, что вот эти хвостики какие-то на РНК, это условное обозначение, что они все разные. И, соответственно, я думаю, что где-то тут и рисунок немножко совсем, ну, ну, ладно, допустим, что вот эти все разные, ну, здесь они нарисованы одинаковым цветом, что все, все эти разные хвостики будут цепляться к разным UMI последовательностям. Да? Там просто после UMI последовательности идет последовательность из вроде триплета нуклеотидов, в котором, собственно, присоединяется уже сам транскрипт. Ой, не транскрипт, а сама РНК присоединяется. Ну, транскрипт, да, транскрипт. А что это за три нуклеотида? Ну, обычно это ТТТ, по крайней мере во всех статьях. то есть вы хотите сказать, что эта штука цепляется за поле оконцы? Да. А, ну, так тогда надо было это написать. Ну, хорошо. Так, ага, то есть вот этот, то, что вы нарисовали барракод, тут, кроме этого, UMI есть еще ТТ-последовательность. Да, вот это можно вот здесь увидеть, что после UMI идет ТТ-последовательность. это здесь ничего нельзя увидеть, потому что она очень мелкая. Можно это сделать как-то, чтобы это было побольше, потому что тут ничего не видно. Ну, сейчас уже, мне кажется, нельзя. Это не расширяется, это экран? Ну, хорошо, так покажите на какой колонке хотя бы, что вы хотите показать. Ну, вот, вам видно мышку? Ну, да, мышка мне видна. Вот, UMI, после которого у нас идет последовательность ТТ-последовательность, и... Она считается справа налево вот здесь, в данном случае? Да. Ну, хорошо. К ней присоединяется уже... Вот, к ней, да, к ней присоединяется полиархвост, ну, дальше... И потом начинается уже синтез второго онтюга. Второй цепи. Второй цепочки, да. И такое происходит везде, наверное, для любых методов. Ну, собственно, вот здесь в смарт-секе, где отсутствует UMI и баркод, у нас там просто ПЦР-праймер на беде, и точно так же присоединяется к последовательности... Ну, это последовательности должны быть, потому что иначе вы не можете... Да, иначе мы не сможем РНК присоединить, по сути. Ага, то есть это вообще рассчитано на информационный РНК только. Да. Понятно. Ну, хорошо, вернемся туда назад, в начало. Так, это мы уже прошли, ну, более-менее. Ну, хорошо. А, вот тут у вас это видно, вот у вас тут видно, это ТТ, 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 а что-то еще какое-то ЦЦ непонятное, что это за ЦЦ? Неизвестно? Артем, это же темплей свитча. А? Это при смарт свитчи. Я просто не до конца так не пытался... Ладно, я объясню. Короче, там в некоторых протоколах происходит специфическая амплификация, потому что они используют интересную полимеражу, которая была впервые получена из вируса, и такая... И он ее использует в своей машинерии внутренней. Она так и называется ПЦР, Template Switching PCR. Когда она доходит до конца транскрипта, она добавляет еще три и С. Таким образом, если добавить в это все еще какую-то затравку, которая будет на ГГГ, она присоединится к этому концу, и полимераза перепрыгнет на... Начнется синтезировать другую цик. Да, и она ведет потом... Она будет цикл, она будет туда-сюда, туда-сюда, и будем переиментировать. Потому что в обычном ПЦРе такое не происходит. Из-за этого в этом SmartSiki протоколе они могут делать полные транскрипты, потому что при обычной апплификации есть проблема с пять штрих-концами, потому что они не всегда до конца доходят, я так понимаю, и какие-то ошибки накапливаются. то есть вот этот вот template switching PCR, он более точный в случае, если мы хотели получить полные транскрипты. Но опять же таки это может вызывать шумы при амплификации. Хорошо, а кто гарантирует, что у вас полные транскрипты? То есть вы выделяете, у вас в принципе нету там никаких разрушительных процедур, и вы предполагаете, что ваши транскрипты полные? Ну, я так понимаю, да. Да. И никаких проверок не происходит, потому что обычно вот при гибридизации, при вот этих секвенированиях, там проверяют точность 5 и 3 конца, потому что РНК распадается обычно больше с 3 конца, чем с 5, и есть такой коэффициент 5, 5, 3, целостность 5 и 3 конца. Нету тут такого. Я вот этого не могу на это ответить, проверяют или нет. Может быть, из-за этого к некоторым протоколам есть требование конкретного количества клеток, если будет меньше, чем это, то, скорее всего, мало получится материал. То есть конкретное количество клеток связано просто с интенсивностью амплификации. Просто амплификации при малом количестве будет недостаточно, чтобы у вас было достаточное количество материала для секвенирования. Ну, так я понимаю. Хорошо, тогда я хотел бы немного рассказать подробнее, поскольку были в прошлый раз вопросы про процесс транскрипции и обратной транскрипции и, собственно, амплификации ДНК, как оно происходит. Амплификация, да, правильно. В общем, насколько вы помните, у нас есть бит, на котором у нас находится последовательность из ПЦР-праймера или ТСМ-праймера, баркода, ЮМИА, после которого идут, ну, тут на картинке поле А, но в случае с сингл-сэлс-секвенированием и дропсеком, по крайней мере, там используется поле Т-конец, к которому потом присоединяется наша свободная МРНК, у которой есть поле А-конец. После чего обратная транскриптация распознает данный поле Т-конец и начинает синтезировать вторую цепь КДНК, и после чего у нас уже, собственно, есть вторая цепочка КДНК. Вот тут подробнее описывается собственно работа обратной транскриптазы. Дальше у нас в процессе амплификации полимераза распознает ПЦР праймер или если это ТС-7, то ПС-7 праймер и его распознает РНК полимераза. И она уже начинает у нас амплифицировать ДНК вместе с баркодом, праймером и ЮМИАем. То есть оно идет прямо от самого начала беда и до конца КДНК. Вот. Собственно, надеюсь, что я ответил на вопрос, который у вас был. если возникли еще новые, то задавайте, прошу. Ну, мне понятно, потому что мы с тобой еще вместе потом это дочитывали, потому что мы в прошлый раз не догадались, что этот поли-тэконец есть затравка. есть праймером для реверсивной транскриптазы. Ну, в принципе, теперь все понятно. Может быть, тем, кто не биолог, спросите еще, если непонятно. помилка была в том, что мы думали, что оно прямо от корня полимераза работает. все полимераза, смотри, полимераза, которая используется уже в процессе амплификации, она будет от корня идти. То есть она уже у нас будет амплифицировать от корня с UMI, баркодом и полностью вся кднк. Но для того, чтобы у нас это кднк образовалось, мы добавляем сначала до этого этапа амплификации, мы добавляем реверсивную транскриптазу, которая распознает этот полимераза и начинает достраивать к рнк второй цепь. ДНК уже. Да, и у нас образуется тем самым ДНК. То есть мы упустили вот этот первый этап, который происходит до амплификации. Ну, строго говоря, РНК полимераза, наверное, не узнает этот олиго-ДТ. У нее нет таких способностей узнавать олиго-ДТ. Она просто видит конец и все. И она от этого конца начинает транскрипцию. Да не, наверное, вот там есть три штрихуаж группа. Правильно, правильно, это свободно, это да. А, то есть ей все равно, что там ТЦТ, ТЦТ. Ей все равно, что. Ей важно, что у нее есть затравка, важно, что у нее есть затравка вот этот олиго-ДТ, и рядом идет просто односпиральная цепь РНК, и она садится на вот это и в состоянии дизни. У нее принципов узнавания олиго-ДТ, насколько я понимаю, нет. ну, это в случае, если у нас ПЦР-праймер, то амплификация у нас идет сразу исход, выходной продукт, это будет сразу ДНК с нашим праймером и всеми кодами. Если это ТСМ праймер, то РНК-примера сначала будет синтезировать нам из всего этого РНК и потом обратная транскриптаза из них уже нам синтезирует кучу ДНК. В общем, спасибо, Артем, вы поняли. Спасибо.